Здравствуйте, Михаил Паркнов. Здравствуйте, все зрители этого канала. Ну и если, конечно, видео появится на канале. Очень приятно, что на канале стартовал такой, не знаю, можно сказать, грандиозный конкурс, потому что все-таки 100 тысяч подписчиков. Я вас поздравляю с этим очень. И неважно, многие в комментариях писали, что это как-то условия конкурса ограничивают. Я вообще так не считаю. То есть я вот никогда не снимал, допустим, видео, у меня нет никаких каналов, на которых я что-то выкладываю. И, по-моему, это на самом деле не проблема. Так вот, хороший конкурс. И то, о чем бы я хотел рассказать, это, наверное, что-то из моей жизни, потому что то хорошее, что творится вокруг меня, мне кажется, это то, чем я хотел бы поделиться. Потому что все таки, может, у меня еще мало опыта какого-то, да, со стороны. И мне есть что рассказать именно не то, чтобы о себе, да, не хочу, чтобы это была какая-то самореклама, а что-то рассказать о том деле, которым я занимаюсь и к чему я иду. Я уверен, что это очень хорошая вещь. Ну так вот, для начала скажу, что я занимался английским 13 лет. И, ну, вот сейчас стартует новый учебный год. И это будет 14-й год моего обучения. Вот. И я занимался всякими разными вещами. Это там и IT какие-то вещи, да. То есть я ходил в специальный колледж. Техника экономическая он назывался. Но мы там изучали IT. Это три года я ходил на программирование, закончил этот курс. И три месяца на что-то типа основы веб-дизайна или что-то такое. На самом деле я понял, что это не мое. Хотя полностью отходил. Но сейчас я, честно сказать, что я даже испытываю трудности, допустим, Excel как-то там настроить или что-то еще. Но не в этом, не об этом речь. Вот. Ходил на всякие джиу-джисти, еще что-то. Но я понял, что самая такая хорошая для меня вещь и то, что для меня наиболее интересная и полезная, это именно английский язык. И я со второго класса ходил к репетитору вплоть до одиннадцатого. Делал всяческие успехи и так далее. Ну, не будем говорить, да, о каких-то баллах или что-то еще, потому что это уже, ну, слишком мастерство, что ли, я не знаю. Вот. И к чему я пришел? Ну, на самом деле я хотел сказать, что преподавание и общение с детьми, да, это очень хорошая вещь, очень классная вещь. Я нереально вдохновился своей преподавательнице, которая меня эти все 10 лет, лично за ручку по всем этим азбукам, по всем этим правилам водила. И один на один мы с ней сидели по два раза в неделю, вот, на протяжении нереального количества этих недель. И она мне подарила настолько много не только знаний, но и возможностей, которые я теперь, ну, не знаю, могу использовать в этой жизни. Она просто открыла мне дорогу в будущее, на самом деле. И вот, вы слышите, я немного картавлю. И началось все с того, что я даже, когда к ней пришел, у меня был такой комплекс, типа, картавый, ха-ха, ну, в смысле, наговорой, господи, что делать. А она говорит, мол, ну и классно, хорошо, что ты пришел именно на иностранные языки, да, и вот. Ну, в таком роде. То есть, начиная с самого детства, наши учителя, они делают, на самом деле, нереальные какие-то вещи. Ну, так вот, к чему я это? Я к тому, что я вдохновился этим суперчеловеком, чудо-женщиной, и решил пойти по ее, можно сказать, стопам. У меня в семье, вообще даже в ряду, наверное, нет никаких педагогов таких. И я решил поступить в педагогический вуз. Я поступил в другой город, Таганрог. Мне было сложновато, что я пошел от семьи, да, как бы ушел, можно сказать, в общежитие. Вот. Ну, сейчас я уже осамостоястился. Ну, вы понимаете, в общем, стал более независимым. Вот. И что я хотел сказать вообще, что очень хочу стать преподавателем, что это моя мечта, над которой многие смеются, но многие не знают, скажем так, каких-то тонкостей этой профессии. Многие говорят, господи, да как ты будешь кормить семью или что-то еще. Но на самом деле, хороший преподаватель, он, мало того, что он, да, там, может зарабатывать, многое, все это на самом деле не так важно. На самом деле, они не знают, насколько большое влияние имеет один человек, да, на много маленьких вот таких вот головок, да, чистеньких, которые он все закладывает, укладывает по полочкам. И если у него получилось, то каждый из этих, там, 30 человек, да, он будет тебе благодарен всю жизнь. И быть учителем – это хорошо. Что еще хорошего я хотел рассказать? На самом деле, после второго курса нашего университета я узнал, что такое вожатство, что значит быть вожатым. Это вообще отдельная глава, наверное, теперь о моей жизни, которая, вот, наверное, закрылась этим летом, но все равно была очень интересной. На данный момент я отработал пять смен. Четыре смены в городе Анапа, в которой многие россияне, да, очень любят приезжать. Я его, на самом деле, не очень люблю. И одну смену вот этим летом я отработал в лагере Ямал в Болгарии, вот. Это опыт, который переоценить, мне кажется, просто невозможно. Единственное, что, наверное, люди, которые не были, да, в этом не были в вожатстве, они не поймут, что в этом такого особенного, на самом деле. Потому что, кажется, ой, ну да, даже, может, вот, не знаю, люди, которые понимают, что это профессия хорошая, ну, не профессия, да, увлечение интересное, они все равно, если вы не бывали вожатым или в какой-то орггруппе, да, вы даже не представляете, что это такое. На самом деле это адский труд в плане того, что ты практически не спишь и танцуешь по ночам в 3 часа, 4 часа там танцуешь, утра, и в 7 утра тебе вставать будет детишек, и все время нужно улыбаться, потому что ты счастливый и даришь улыбки всем детям, и они делятся своим настроением со всем миром и заряжают тебя. И это вместо сна очень даже, знаете, помогает. На самом деле, так, насчет, господи, а, ну так вот, насчет того, что ты можешь ждать детям. Дети из разных городов, в которых нет морей, нет там ничего особенного, да, либо все время холод. Вот я работал с детьми, которые все с севера были, ну, во всех лагерях. И, знаете, они считают вот этот морской берег каким-то чудом. Подождите, кошка мяукает. Вот так вот, они считают этот морской берег каким-то нереальным чудом, и в плане того, что ты можешь ждать этим детям, это какой-то нереальный багаж. То есть, понимаете, их основная цель вожатого – это зарядить этих детей на весь год. Они приезжают только на 21 день. Бедные там мёрзнут, ещё что-то, что-то у них с ними проблемы какие-то, стрессуют дети. И ты, тот человек, который не спит, плохо может ест, ещё что-то, да, ты должен отдать этим детям всё, что ты можешь по максимуму. И когда у тебя это получается, от них идёт такая нереальная отдача. И это настолько безумный опыт и настолько классный, что я просто в шоке. Что хорошего я могу сказать из-за этого, вот я работал в Анапе, да, в прошлом году, а в этом году работал в Болгарии. И, ну, это только из Болгарии бумажки, но на самом деле, ой. В общем, в обоих лагерях так получилось, что мой коллектив, именно мои напарники, да, вот именно на отрядах, в котором мы стояли, мы получали что-то типа награды за лучший коллектив, награду за лучшую вожатскую пару или ещё что-то ещё. Но, в общем, так получилось, что с первого раза у меня, ну, вот это я просто похвастаться хочу, что у меня получалось именно... Кошка по микрофону ходит. У меня получалось именно, ну, я не знаю, как сказать, хорошо работать. И это просто я к чему это, что это подтвердило мои мысли о том, что я хочу быть педагогом, что я хочу заниматься с детьми, что я хочу помогать детям и раскрывать личности, и делать их нормальными людьми, вот, что я считаю в нашем обществе сейчас очень важное. И что вообще я ещё хотел сказать, я не знаю, насколько должно быть длинное это видео или не длинное, но не хочется, опять же, я уже говорил, какую-то саморекламу сегодня превращать. Просто хочу рассказать, что у меня есть мечта сейчас. У меня есть, знаете, такие вещи, мечта это хорошо тоже, поэтому я о ней говорю. И вот, у меня есть мечта, и у меня такие какой-то ступенчатые, знаете, иерархия мечт, и я всё время говорю только о той, которая будет на следующей ступеньке. То есть первая это была у меня в детстве велосипед, я к ней шёл лет 10, наверное, вот, и заполучил когда-то. Вот, а потом были другие вещи какие-то, и сейчас у меня мечта поехать по Work and Travel в 2017 году. И, господи, господи, я, вот сейчас будет сентябрь, мне нужно будет подавать документы, и это просто, я не знаю, я сейчас очень плохо сплю, потому что я думаю только об этом. Сейчас, по-моему, только 21 число июля, то есть, я не знаю, а, по-моему, документы только с 9 сентября, или что-то такое можно подавать. И, естественно, это только подача документов, это не встреча даже с консулом, ничего, и я только этим и живу. Вот, мне кажется, жить мечтой такой маленькой, может, или большой, я не знаю для кого как, это хорошо. Я очень переживаю, и на самом деле хочу получить от Штатов какой-то опыт в плане языка, опыт в плане общения, опыт в плане какого-то обмена, что ли, культуры, да, вот, и посмотреть на мир, и себя, так сказать, показать. Вот, очень хочется, очень интересно, потому что у меня 5 курсов, и после пятого курса, то есть через год после Work and Travel, я хочу попробовать поступить на магистратуру в Штаты. Я уже знаю там процедуру, все такое, но я думаю, что это тоже хорошо. У меня пока нет конкретных планов, там, на иммиграцию, что-то еще, потому что, опять же, я сказал, я, ну, не сорвался того, что я хочу заниматься с детьми здесь, и я хочу, чтобы я принес максимальную пользу. А так как в Штатах у меня, ну, я не знаю, есть ли смысл работать преподавателем английского, там, в Штатах, да, а здесь точно есть смысл, и я вижу этот смысл каждый день, особенно летом, когда я работаю, и, естественно, хочется видеть эти улыбки намного больше, много чаще, и вызывать эти улыбки у людей. В общем, Михаил, спасибо вам большое за ваш хороший канал, реально, то есть я не буду рад, что вы там мой самый любимый, да, блогер или что-то еще, но, наверное, самый полезный. И большое спасибо вашим зрителям, которые реально адекватные люди, вы это сказали вот недавно в видео, и приятно, когда заходишь к блогеру и читаешь о нем хорошие отзывы, а не также заходишь к хорошему, да, блогеру, но люди какие-то мерзкие, что ли, но я не знаю. В общем, спасибо вам всем, спасибо за то, что есть возможность снять такое видео, и вообще это очень волнительно. Буду ждать других видео из конкурса, и спасибо, до свидания.